Вот следующая песня здесь в зале Анатолия Васильевича Сурсуков, ну тоже очень большая величина, член Союза писателей, генерал-лейтенант, командующий, ну в общем перечислять долго. И в общем он мне прислал стихотворение, не свое, а где-то увидел. Нашел очень хорошее стихотворение про вертолетную тему, поскольку он был командующим вертолетной авиации, эта тема ему, как сказать, наверное самая близкая. И соответственно стихотворение про вертолет, и песня про вертолетную тему. Я автора попытался найти, но Владимир Стоцюк, я только узнал, что он вроде где-то в Якутске, то ли летал, то ли летает, но в общем я взял на себя смелость, я всегда ее на себя беру, я беру чужие стихи, переставляю там слова, кое-что выбрасываю, кое-что от себя добавляю. Вот, ну да, и значит получается вот такая, то, что получается, короче. Песня называется «Возвращение». Пунктир несущего винта щекочет горизонт, клубками серыми внизу ползет какой-то фронт. Приборов стрелки сторожа в рабочих секторах, бегут секунды муравьи на бортовых часах. На карте линия пути, тропиночка домой, небесной жизни 7.00 остались за спиной. Подкачнулась стрелка АРК, узнав знакомый зов, сигнал занудный от всегда усталых приводов. Доклад снижаюсь до 600 и вниз чуть-чуть шагас, глазок канала высоты безропотно погас. За метром метр скользит к земле, оставив эшелон, в слоистой мутной пелене десяток с лишним тонн. Застыло время, как смола в стакане молока, чуть крепче держит РЦШ, уверен на руках. Лохмотья серых облаков растают за бортом, пейзаж знакомый и родной раскинется ковром. Чуть напряжется гул турбин, замедлит прыть земля, и вихрь над полем закружит травинки веселя. А шассировка, как цветок, патрон и бетон, посадка четко прозвучит в эфире баритон. Вздох облегчения турбин усталых разнесется, и погрустневший фюзеляж в стоянке вдруг прижмется. Лукаво солнце из-за туч мигнет лучом прощальным, и воцарится тишина над вечером хрустальным.